Партнер рубрики «Профессиональное училище номер 60 села Михайловки». Приходите, мы научим вас тому, что умеем сами. Решавшись с группой отдыхающих австрийского пансионата, трое живых мертвецов пытаются вернуться в реальную жизнь. Но «Дети мертвых» – это вовсе не страшилка. Еленек мыслит слишком нестандартно. Роман можно назвать жестким, но отнюдь не страшным. Другие герои романа – природа и государство. Автор уверен, что они пожирают своих детей. «Для животных существует привязь, а для людей правила», – говорит Эльфрида Еленек. Впрочем, «Дети мертвых» более мистические, нежели политический роман. Необычные метафоры, игра слов, афоризмы, язык романа очень богат. Об этом можно судить по великолепному переводу, выполненному Татьяной Набатниковой. Насколько сложна была ее задача и насколько блестяще она ее воплотила в жизнь, узнает каждый, кто прочтет «Детей мертвых». «Красноречие» – это еще не все. Истина бывает настолько ясна, что ничто не может затмить ее», – говорил Цацирон. Удачи вам в делах, будьте грамотны.